Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это небольшой новостной блог The Isle of Rima. Ну а перед началом данного выпуска, как обычно, хочется выразить огромную благодарность всем нашим донатерам на канале, а также спонсорам за вашу финансовую поддержку канала. Спасибо, друзья! Ролик будет небольшим, но две главные темы мы затронем. Собственно, главная тема первая. Это карта, новая карта Getaway, которая ожидает нас в шестом обновлении, о которой разработчики The Isle of Rima нам упоминают каждый четверг в официальном Дискорде. Спойлере, новые скриншоты, а также с нами поделились частичкой будущего лора игры и опубликовали два документа, в которых ясно говорится про будущие мутации в игре, опытах и испытаниях, мутантах. Короче, погнали, все разберем. Нам показали 9 новых скриншотов. Да, карта Getaway, она будет напоминать нам карту The Isle Legacy V3, как я говорил всегда ранее. Также будет немножечко частичка Исласпира. Давайте перейдем к снимкам, на которых показаны пляжи. На снимках мы можем видеть небольшие озера с водой, которые, скорее всего, будут непригодными для питья. Посмотрите, справа впадает маленькое озеро Океан. Конечно, я могу ошибаться, но это чисто мое мнение. Та же самая большая густая растительность. Конечно, было бы круто, если бы данное озеро было с пресной водой, которую можно употреблять. Находилась бы эта локация где-нибудь на краю карты. Здесь бы была растительность, пригодная для употребления травоядным или хороший спаун ботов. Здесь бы в будущем можно было бы хорошо пораститься на своем динозавре. Следующие два скриншота мы уже с вами видели в предыдущем выпуске новостей. И, скорее всего, как многие могли предположить, что это, скорее всего, новый пляж. Новый залив на карте Гэтауэй. Мы видим прибой океана, также вдалеке мы видим какой-то отдельный маленький остров. Но, скорее всего, по моему мнению, та локация будет закрыта. Пляж показан с двух ракурсов. Непосредственно с самого залива, а также из лесистой местности. Следующий скриншот, который я бы хотел рассмотреть. Этот скриншот явно напоминает нам о новом биоме, который также уже был показан неоднократно на предыдущих скринах и в видео. Вспомните ролик с Беппи Азавром. В моем понятии в этом биоме будет преобладать какая-то существенная пустошь. Камни, горы и, кстати, обратите внимание, дамба. Здесь есть маленькая дамба. Также разные проходы и пещеры. А это изображение биома непосредственно вблизи. Также еще один скриншот. Я не знаю, честно говоря, относится ли он к опустошенным землям. Но мы здесь видим огромный проход расщелины между скал. Довольно круто и опасно. Вообще, мне кажется, что все эти скриншоты заострены вниманием на одном конкретном биоме. Опустошенные земли. Можно буду я их так называть? Огромная система пещер. И мне кажется, что на каждом из этих скриншотов они соединяются друг с другом проходами. Кстати, обратите внимание вот на этот скриншот. Явно здесь какая-то большая человеческая постройка. Возможно, дамба, которая каким-то образом соединяется с человеческим портом. Я не знаю. Пишите предположения в комментариях. Ну а теперь перейдем к записям документов, которые нам также проспорили разработчики в официальном дискорде. Записи документов под зашифрованным кодовым названием Errant 291. Явно разработчики здесь нам тонко напоминают о лоре игры. Кстати, отдельное спасибо я выражаю группе ВКонтакте The Isle Игры с Динозаврами за тонкий и качественный перевод. Все ссылочки на них будут в описании. Также спасибо им за то, что предоставили мне данную информацию. Как мы видим, что самая важная информация здесь перечеркнуто. Но что-то мы можем узнать. Итак, давайте сначала зачитаем данный документ. Ирант 291 был задержан блуждающим внутри Т-секции. Примерно после смены 291 не мог быть идентифицирован, хотя утверждал, что его зовут и его задача быть. Единственное, что он имел при себе – пустой бейдж сотрудника и порванная печатная бумага. Ни при каких обстоятельствах объект не оказывал враждебности во время задержания. По результатам расследования, ни один из сотрудников КПП не покидали рабочего места. Неавторизованные попытки входа в систему также не были обнаружены. Три команды зачистки были отправлены от поста Зеос через только отряды и вернулись назад. Единственный объект, изъятый у 291, являл собой порванный документ, задокументированный и архивированный ниже приложения 291С, покидая туннели, испытал сердечный приступ и погиб. Помечен как излишний. Точка слышимости восстановлена как. Далее мы видим тот самый документ, что был у объекта 291. На нем показан командный центр Олимпус. Скажу от себя, мне это очень напоминает тот самый птичник, что мы видели ранее на скриншотах карты Gateway. Показаны некоторые входы, исследовательские центры по ботанике. Смотровая площадка, скорее всего, это та самая вертолетная площадка, которую показывали нам ранее. Явно, на мой взгляд, это тот самый птичник. Ну а самое интересное, что указано на данной карте центра. Смотрите примечания. Зачитаем пункты. Радио-девайсы категорически запрещены за пределами допускаемых зон. Попытки радиовещания, даже случайные, категорически запрещены. Запрещена всякая активность за пределами после заката. Не пытайтесь разрешить им войти. Если они предпринимают попытки коммуникации, не отвечайте. Докладывайте, слышимый из джунглей. Вы не должны слышать эхо. В случае обнаружения любой аномальной активности, включить и покинуть непосредственную зону активности, оповестите Олимпус незамедлительно. Мое мнение такое. Здесь явно упоминают 100% мутантов-каннибалов. Ну а теперь для самых знатоков на нашем канале. Помните, я разбирал лор игры The Isle Legacy. Кстати, ссылочка в описании. В одном из моментов разбора лора я говорил вам о каннибалах-мутантах, о их криках и прочем. Вспомнили тот момент? Да, люди-каннибалы, мутанты. Назовите как хотите, они будут в игре. И они будут ярыми противниками людей в игре. Короче говоря, нас ждет достаточно крутой геймплей в будущем. Ну а если ты хочешь, правда ли, узнать, есть ли каннибалы до сих пор, либо их крики в The Isle Legacy, то я скажу так. Да, это реально так. Ночью, именно ночью, зайди в The Isle Legacy. Я имею в виду, в ночное время суток на сервере, походи у купола, и ты услышишь некоторые тонкие звуки каннибалов, которые до сих пор, если прислушаться, слышны. Ну что же, надеюсь, данный ролик тебе понравился. Ты обязательно поставишь пальчик вверх, подпишешься на канал, и, собственно, нажмешь колокольчик. Ну что же, всем хорошего выживания в The Isle of Rima. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok